Друзья, добрый день! Меня зовут Максим, вы на канале Аланья Жизнь Без Купюр. В этом видео я хочу вам рассказать о сотовой связи в Турции. Что для этого нужно, какие операторы здесь работают, какие документы нужны для того, чтобы подключить местную сим-карту. Смотрите, будет интересно. Когда вы приезжаете в Турцию, у вас стоит вопрос, как пользоваться мобильной связью, как пользоваться интернетом. Вы должны для себя четко понять, если вы приезжаете в Турцию на несколько дней, на два, на три дня, и не планируете загружать фотографии, пользоваться соцсетями, смотреть видеоролики, пересылать фотографии, то, скорее всего, для вас будет достаточно просто подключить роумер в вашей стране. Это будет на самом деле дешевле. Если вы планируете здесь задержаться на неделю и больше, а также вы планируете отправлять фотографии, смотреть видео, общаться в соцсетях, то турецкие операторы для туристов придумали определенные пакеты, в которые входит определенный лимит звонков. Я, правда, не знаю, нафига эти звонки нужны. Кому ты будешь звонить здесь, в Турции? Но, тем не менее, они есть. Какой-то определенный пакет смс и определенное количество гигабайт интернет-трафика. Так вот, в Турции существует 4 основных оператора. Turkcell, Turktelecom, Vodafone и Bimcell. Начнем по порядку. Итак, друзья, вы собрались за границу. Что нужно сделать прежде всего? Вы должны дома еще закачать свой телефон, карты тех регионов Турции, в которых вы планируете бывать. Второе. Вы должны установить Google-переводчик, чтобы он тоже мог работать у вас в онлайн. И третье, друзья, я всем рекомендую скачать приложение Wi-Fi Map, либо какие-то аналогичные приложения, которые позволяют вам в городе подключаться к сетям Wi-Fi. На самом деле, в Турции их очень много. Каждый кафе, каждый ресторанчик, каждое какое-то общественное место имеет свою бесплатную Wi-Fi сеть. Что предлагают сотовые операторы? Сотовые операторы предлагают различные пакеты для туристов сроком действия на 30 дней. Сейчас я вам расскажу о пяти фактах, которые должен знать каждый турист, который приезжает и собирается пользоваться мобильным интернетом. Первое. В Турции нет безлимитного интернета для туристов. Почему? Потому что безлимитным интернетом, определенным пакетом, может пользоваться только граждан из Турции. Второй момент. Самые дорогие сим-карты – это в аэропорту. Поэтому, друзья, если есть время и вы хотите сэкономить, покупайте уже их по месту. Третье. Все сим-карты продаются строго по паспорту. Четвертое. Стоимость пакета включает в себя саму стоимость сим-карты, подключения и выбранный тарифный план на один месяц. Пятое. Как только истекает 90 дней, друзья, ваша сим-карта перестает работать. Если вы приехали сюда и купили туристическую карту, и вы получили вид на жительство, то эту сим-карту надо обязательно прийти в офис сотового оператора. Не важно, это может быть официальный офис, это может быть какой-то дилер, таких очень много на самом деле на территории Турции, и переоформить сим-карту по-новому. Вы можете свою сим-карту вставить в свой мобильный телефон и пульс сим. Ваш телефон будет работать 120 дней. Его не отключат. Как только пройдет 120 дней, то ваш телефон автоматически будет блокирован. Поэтому что для этого нужно сделать? Для этого нужно сделать одну простую вещь. Его надо растаможить. Стоимость растаможки сейчас 2000 с небольшим лир. Как это сделать, друзья, я размещу в нашем телеграм-канале. Ссылочка в описании будет. Пожалуйста, подписывайтесь, там будет очень много интересного. Также я вам расскажу, что сделать, если телефон уже заблокирован. Это тоже будет в телеграм-канале. И я обязательно эту тему запишу еще один ролик. Ну что, друзья, давайте перейдем теперь к мобильным операторам и разберем все тарифы, которые они предлагают. Итак, друзья, первый оператор ТУП Телеком. Мы сейчас находимся в офисе одной из многочисленных компаний, дилерских компаний, угодно называйте, где можно пополнить свой баланс, либо подключить туристическую карту. Что нам предлагает оператор? Этот оператор нам предлагает SIM-карту и пакет 20 ГБ на 150 турецких лир. На второй месте у вас будет другая оплата. Если вы захотите 5 ГБ, это будет стоить 38 лир. Если захотите 8 ГБ, это будет стоить 40 лир. Если 10 ГБ, это будет 42 турецкие лиры. А если вы захотите 20 ГБ, это будет 80 турецких лир. так друзья и она скажи пожалуйста на твой взгляд какой оператор самый недорогой в турции что можно предложить туристу то есть это самая недорогая сеть это дешевле чем монофон это дешевле чем турции верно да верно друзья но понимаете сам хозяин этого магазина нам рассказал и объяснил что турк телеком это самая недорогая сеть сейчас турции но друзья самая недорогая все-таки не тур телеком а бим сэр мы не будем ходить по офису мы зашли просто в один маном офис где можно подключить любого оператора кроме бим сайла следующий оператор у нас это турк сэр стоимость sim-карты одной лишь сим-карты без подключения стоит 130 турецких лир а если вы захотите к примеру подключить себе 10 гигабайт это будет стоить еще 50 турецких лир поэтому 150 лет в турк телекоме и 180 лир в турк сэрли сами видите какая разница следующий оператор это водофон водофон это международный оператор представительства имеется порядка 10 стран мира здесь в Алании именно в Алании связь водофона на самом деле не очень жалуется я расскажу о тарифах вы покупаете тоже также сим-карту как и в турк сэрли за 150 турецких лир но туда входит не 20 гигабайт а всего лишь 9 гигабайт трафика интернета если у вас вместе заканчивается на водофоне вы можете подключить дополнительный пакет к примеру 15 гигабайт стоит 88 турецких лир а пакет 9 гигабайт стоит 68 турецких лир так друзья 4 оператор из нашего списка это оператор сотового связи бим сэр сим-карту можно купить в магазинах бим для этого достаточно предъявить копию вашего паспорта а также копию страницы со штампом о въезде на территории турции друзья какой минус этой сим-карты какой минус этого оператора дело в том что сим-карта подключается не сразу как других предыдущих трех операторах а через несколько дней лет вам нужно будет отправиться мы с кодом на номер и у вас будет сим-карта активирована всю инструкцию друзья подключение бим сэлы я также положу под видео а также положу в телеграм-канале думаю стоит подвести итог как только вы прилетели на территории турции не бойтесь выезжайте за порта приезжайте на свое место жительства неважно какой город именно там покупайте каком-то магазине у какого-то оператора сим-карту что может стоять по тарифам что тут телефон это самые выгодные операторы следом идет турцелла после это идет вода фон ну конечно бим сэлл но проблема в том что два-три дня происходит подключение вы всегда можете пользоваться мобильным интернетом не забывайте скачивать мобильное предложение вай-фай мэм не забывайте скачивать загружать карты региона в турцию не забывайте закачивать онлайн переводчик что вы могли тоже пользоваться слайд и никаких проблем у вас не будет помните что сим-карта работает всего лишь 90 дней а вашем телефоне она будет работать 120 дней и джай спасибо большое разобраться во всех тонкостях операторов соцсвязи турции друзья инструкцию я ставлю в телекровом канале все расчеты а также тарифы я также оставлю в описании под видео спасибо что смотрели нас всего доброго и пока